Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, с нами на связи. Господин Романенко, и снова здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Начну от профиля. У вас, как у ракетчика, спрошу, а почему Россия стреляет под нас ракетами, которые, как бы, по целевому варианту Х-22, надо держать где-то там, возле ядерного чемоданчика? Зачем они используют именно эти крылатые ракеты? Потому что в значительной степени были израсходованы последние образцы высокоточные морского базирования, Воснуштового базирования, ну и скандеры наземного базирования. Поэтому перебирают советские еще арсеналы, склады. Что на них находится? Это тяжело обслуживаемая ракета, жидкостная. У нее небольшая дальность воздушного базирования и может быть использована с ядерной боеголовкой. А поскольку так, еще с советских времен, то точность наведения тогда, естественно, закладывалась очень небольшой. То есть сотни метров, до километра может быть отклонение в случае ядерной боеголовки. Она могла выполнять задачу, в первую очередь была предназначена для уничтожения авианосцев в авианосных ударных группах американских, скажем так. А поскольку боевая часть ее где-то 960 на килограмм, почти тонну, то она имеет большую мощность. Ну и сама по себе применение в том виде, как это происходит, это уже военное преступление, согласно международному законодательству. Россиян, понятное дело, это не останавливает. Более того, они выполняют одну из задач, то есть посеять панику, морально-психологическое давление на наше население, на граждан Украины, для того, чтобы те, в свою очередь, осуществляли давление на руководство, которое подвигать к переговорам в тех условиях, которые сейчас складываются, когда они захватили до 20% территории Украины и хотят легиметизировать эти земли, эти захваты за Россией. Вот такая цель. Господин Романенко, а вы вчера тоже, наверное, следили за тем, как появлялись все новые и новые свидетельства из российского Белгорода. Вот были видео взрывов, падения, были видеоработы ПВО. Вот ваш анализ профессионала, это кто, куда, чем стрелял, чем сбивал, и как погибли вот эти пять человек. Вот ваш анализ. Хорошо. Я себе могу позволить вместе с вами, потому что я информационный волонтер, не представляю власть. В данном случае комментарии на этот счет от власти можно посмотреть в интернете. Я хотел бы напомнить, что идет пономасштабная война, но с гибридными элементами. И вот отец этой гибридной войны, как таковым, является генерал Герасим, начальник генерального штаба вооруженной силы Российской Федерации, теоретики, практик, разработки, где говорится одно, делается другое, реализуется еще что-то. И поэтому, когда взрывались на нашей территории арсеналы и склады, были очень разные варианты. По сути, в общем-то, серьезно не находились причины. Частично это получалось, частично нет, но это происходило. Естественно, россияне показывали, что они к этому вообще не имеют никакого отношения. Но объективные законы жизни, они же имеют закон возвращения, бумеранга. И поэтому на текущий момент, значит, может быть, это я с великой элитой, с большой буквы говорю о том, что что-то может доставаться, конечно, и они пытаются это трактовать с украинской стороны, с системами, например, залпового огня, в том числе и химорсами. Это высокоточное оружие. Но доказательства по этой версии, то есть, значит, артиллерия или же артиллерия. Химорс – это реактивная система залпового огня. К реактивной артиллерии относится ствольная артиллерия или ракеты.у на 120 километров. То есть, чем это можно, так сказать, осуществлять? С точки зрения применения, которые наша сторона не подтверждает. Для того, чтобы предотвращать это, они используют свои средства противовоздушной обороны. И если посмотреть, вот как вы говорили, на там снимки, видео, все остальное, видно, что есть элемент их, ракета от их средств противозенита ракетного комплекса, которыми уже этими элементами. К сожалению, отдельные случаи у нас происходили, как вы помните, то есть противозенита ракетного комплекса ракета сбивает крылатую или вообще воздушную цель, и остатки и ракеты, и этой цели падают, и это может повреждать гражданские какие-то объекты. Вот этот случай, там зафотографированы, есть эти элементы. Это одно направление возможное. Следующее. Мы помним о том, чтобы в январе месяце этого года был принят закон о национальном сопротивлении, в котором... О национальном сопротивлении, закон Украины. Да, да, по-русски. Закон о национальном сопротивлении. Одним из составляющих этого сопротивления является действие сил специальных операций. Это отдельный род вооруженных сил Украины. Значит, они выполняют задачи на... Законодательно это закреплено, разрешено на оккупированные части нашей земли путем организации партизанской, подпольной работы, диверсионной работы и так далее. То есть есть закон, есть силы и есть необходимость, потому что мы пока не обстреливаем и не бомбардируем, как они говорят, как это делают они, да. И, значит, боясь эскалации, наши союзники нас настоятельно просят, чтобы это не происходило, особенно их оружием. Ну, то есть мы это не делаем их оружием. У нас, значит, рассматриваем какие-то свои возможности, но уж организовывать работу вот этого нашего рода войск, конечно, мы это делаем. Однако эта информация и их деятельность закрыта. Хотя я скажу, что это очень тяжелая работа. Вот, например, по Херсонской области они захватывают наших подпольщиков, партизан. Партизан специально их, значит, катуют русские. Пытают, да? Пытают, их пытают, уничтожают. И даже есть отдельный, вот под Херсоном есть отдельное кладбище нашим партизанам и подпольщикам. Но это не все. Значит, они отслеживают членов семей этих подпольщиков и отшляют охоту, и отдельно организовали такой мини-спецлагерь для членов семей наших подпольщиков и партизан. То есть это движение и эта деятельность нашего отдельного рода, она расширяется, углубляется, имеет место, и противнику на этот счет не надо иметь никаких иллюзий. Другое дело, что нам надо усчитывать их коварство, их цинизм, садизм, я бы сказал, которые видели не только мы, но и весь мир, когда они проводили наступательную операцию на севере Украины, и буча и пень, и так далее. Но теперь они это делают на юге и на востоке, больше на юге оккупированных. А вот у вас, да, господин Романенко, а вот просто вы уже вспомнили о юге. В Мелитополе на аэродроме, а это захваченная часть Запорожской области, там же было 10 истребителей, 5 вертолетов. Они каждый день с утра в 7 вылетали, в 9 возвращались, отработав по линии фронта. Это я говорю о воздушных силах российской армии. А вот вчера в ЗСУ в Мелитополе 20 попаданий. Это то, что уже подтвердили, ничего уже что-то там ни с этого аэропорта не взлетает. А вот это и есть координация партизан, координаты и обстрелы. А если обстрелы аэродрома и с таким результатом, то чем стреляют? Значит, потому что я уже перечислял, то есть со стороны вооруженных наших, это артиллерия ствольная, реактивная. А ствольная добивает уже? Значит, и кроме того, есть дроны Камикадзе. Они тоже у нас есть, мы тоже можем использовать, и мы это делаем. Плюс, конечно, функция вот этого рода войск, координация согласований, вообще управления. Координация – это такой гражданский термин, который так слегка должны согласовывать действия кого-то. А на самом деле, особенно во время введения боевых действий, должно быть жесткое управление процессами, управление. А также более низкий уровень – организация взаимодействий. Там координация где-то там внизу, по степени, так сказать. Война требует вот таких жестких подходов, которые осуществляются. Поэтому это управление, это постановка задач, это подготовка людей к такого рода действия, и потом осуществление. Вы же видите, что такого рода действия расширяются. И это правильно, потому что мы должны использовать, если нас не хватает или отсутствует пока временный, я очень надеюсь, оружие с дальностью действия, хотя бы тактическое, до 300 километров. Те же «Химорсы» могут стрелять ракетами и на 300, на 500. Весь вопрос... Да, мы это рассказывали, какие ракеты получат. Как на «Самсе», на «Самсе». Да. А я вот сейчас пересматриваю, господин Романенко, пересматриваю вот этот момент попадания в самый большой на оккупированной территории вооруженный склад в Снежном. Это уже почти под границей с Российской Федерацией. Да не почти, а за 20 километров. Что это? Это точное попадание «Химорса» или есть что-то другое? Ну, абсолютно сказать что-то, я не могу, надо смотреть остатки того, что от средств поражения там могли найти. Да, а что может долететь так далеко? Ну, смотрите, значит, я хочу сказать, Мелитополь – это бывшее место дислокации наших украинских военно-транспортных самолетов, то есть аэродромов. Склады нам тоже известны. Вы посмотрите на склады, которые в Донецке, там, в Луганске. Значит, мы же не могли все это оставлять. Они вообще в нарушении всего и вся себя ведут, не соблюдая правила ведения войны. Поэтому в законной плоскости, так сказать, реализация международного законодательства – это решаемо, поэтому используем. Значит, это может быть система залпового огня? Могут быть. Ну, сказать, что именно химмерсы я не могу и не хочу, да, там, союзники как бы к этому очень относятся, но здесь абсолютно все законно. Мы их, собственно, и берем, и просим увеличить дальности для того, чтобы наносить удары по тыловым районам, как раз по пунктам управления, которые находятся. По пунктам управления, несмотря на тяжелые бои, которые проводятся в восточной, особенно оперативной зоне, хотя и в южной тоже, особенно в восточной зоне, у нас есть очень хорошие примеры действия разведки и ударных средств, артиллерии нашей. И это называется разведно-ударные комплексы. Они, опять-таки, были теорией, разработанной во второй половине прошлого века, но техническая реализация, которая позволяет в текущем времени средствам разведки, там, в воздухе лучше всего, из космоса, обнаруживать цели, в онлайн, в текущем времени передавать на средства поражения, и они у нас есть, и в этом вообще-то вопрос, потому что отдельные средства подавались, например, три семерки гаубицы без системы управления, на всякий случай. А потом Милий генерал говорил о том, что артиллеристы украинские, там, уровень подготовки, нации попадания. Так я посмотрел бы, как американские артиллеристы поработали бы гаубицами этими без систем цифровых управлений, которые на них были, были сняты, а вдруг попадет к противнику. Поэтому это, может быть, и эти средства, и, конечно, это может и должны, должны, вернее, может, и имеет место действия, значит, структур от сил специальных операций. Понятно. Вот из свежего, сейчас пишут о новых прилетах по Донецку, там склады горели еще вчера, а вот теперь в районе железнодорожного вокзала. И вот телеграм-каналы из Белгорода российского, мы узнали, что в городе началась массовая эвакуация во всех поликлиниках. Вот, очень интересно. Почему в эвакуации в поликлиниках, если ни одного попадания в гражданские объекты, в российские поликлиники не было, в отличие от украинских городов. Но это так, вот, и свежего, и интересного, это означает, что Белгород уже рассматривает как зону боевых действий, или это просто паника? Это и то, и другое. Конечно, если стреляют, для них это непривычно, нужно же сравнить с нашим населением и ракетными атаками, и авиационными в свое время, чуть ли не по всей стране. Поэтому до тех пор, пока они будут снисходительно относиться к введению войны в Украине, значит, это будет происходить, особенно вот по приграничным, и, как говорится, по делам. Поэтому паника, они к этому не готовы, чтобы не говорили. Но есть же ФСБшный, КГБшный подход Путина. Мы с вами помним, каким образом, значит, нагнеталась обстановка перед Чеченской войной Второй. Подрывались дома в Москве, в Волгодонске, в других местах. То есть формирование казус беды для того, чтобы пояснить, и, может быть, переходить к другому качеству юридического военного того, что происходит, от спецопераций. То есть они, в общем-то, успешно, достаточно по личному составу реализуют скрытую мобилизацию и этот призыв. А почему вы говорите слово «скрытую»? Господин Романенко, уже в открытую, в оккупированном Крыму идет мобилизация. Крыму – это, да, приграничный. Ну, я имею в виду мобилизация, открытая на всю страну. Вот. Но на всю страну это же вся паника. Вообще непонятно, как вот такая Украина, которой нет как государства, непонятно, как нация. Вот. А вдруг вот... Поэтому Путин это понимает, оттягивает этот момент сколько может, но надо же еще хуже для него проигрывать в этой войне, что принципиально нельзя ему допустить, иначе он будет сметен. Вот. И так ситуация у него достаточно непростая. Поэтому, ну, тот эпизод, который вы говорите о поликлинике, о приграничном, показывает, что эти процессы идут в развитие, и, возможно, он, значит, использует, как Лукашенко там говорит о том, что Украина обстреливала там тремя ракетами, а они их позбивали. То есть причину казус бель формирует. Каждый по-своему, но с когибистскими подходами. В Белоруссии так и остается КГБ, но в России трансформированные ФСБ, у них школа старая, они это умеют делать. Как чекиста не назовешь, все равно в середине гнилой он будет чекистом. Да, господин Романенко, спасибо за участие. Нам все-таки удалось установить связь. Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, заместитель начальника генштаба Вооруженной силы Украины с 6 по 10 год. До новых встреч у нас на канале «Утро февраля». Спасибо. Наиволшо.